Всю жизнь живем в гражданском браке. Гражданском, то есть, недавно у нас было 9 мая. Этот день победы, ну то есть в гражданском браке, такое слово очень возвышенное, да? Порохом пропал. Ну то есть возвышенное слово очень гражданском, а на самом деле в каком браке? В каком на самом деле? Да это не брак. В греховном браке живем, в греховном. Потому что мы друг другу обещания перед Богом не давали, перед государством не давали, мы ни перед кем не клялись, что мы будем вместе, мы детям своим не можем сказать, что мы муж и жена, не можем. Но при этом как бы называем это таким возвышенным словом. Последние 5 лет муж не разговаривает, но это результат таких отношений. Не дает денег, понятно, обзывает меня плохими словами. Это значит, сладкий вкус кончился уже. У каждого человека в жизни сначала идет сладкий вкус, семейная жизнь, потом оп. Если мы любовь не копили, не взращивали отношения, долг свой не выполняли, не служили близкому человеку, а брали, 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 потом наступает, в какой момент пусто уже, копилки вот этой судьбы пусто, брать нечего и начинает, и скоменно наступает. Он начинает сразу говорить плохие слова, я на него обижена. И как бы всегда в таких случаях в тайне возникает, может пора сматываться. Хотя я всегда старалась с ним правильно жить, всегда старалась, всегда. А он скотина не старался. Проблема в чем заключается? В том, что он скотина, а я хороший. Главная проблема жизни любого человека. Первый этап – беспросветное страдание. Означает, он скотина, а я хороший. Беспросветное страдание. Беспросветное. Второй этап – а может это не так? Может надо разобраться в этом? Может что-то по-другому все-таки? И третий этап – оказывается, любить мужчину означает не только вот ходить вот так вот на задних лапках перед ним, а еще так же означает воспитывать его, воспитывать. А это так тяжело у женщины делать. Женщина или может кричать на мужчину, или обижаться, или ходить на задних лапках. И то другое означает эгоистическая деятельность. Но воспитывать означает с любовью им говорить правду. Когда все хорошо. Не когда все плохо, а когда все хорошо. Но для этого же надо честно жить в своей семье, выполнять долг перед близким человеком. А это не просто уже. Это уже не просто. Для этого сильное сердце надо иметь. Смотрите. Женщина ходит перед мужчиной на задних лапках. Один вариант. Женщина пытается доминировать над мужчиной всегда и боится ходить перед ним на задних лапках. Второй вариант. Почему женщина ходит на задних лапках? В чем проблема? В чем причина? Потому что ей нравится, что он дает ей спокойную жизнь, что он работает, что он защищает ее. То есть она же на задних лапках ходит не бескорыстно перед ним, правильно? У нее есть свои интересы в этом во всем. Она как осуществляет эти интересы? По-женски. По-женски. Просто не трогать его, и тогда он останется рядом со мной. Ты его не трогаешь, что он делает? Наглеет. Наглеет больше. Начинает бить, насиловать. Так? Почему? Потому что ты беззащитная тварь для него. Беззащитная тварь, которая может делать все, что угодно. Почему тварь? А потому что такая женщина потеряла чувство собственного достоинства. Она ради счастливой жизни готова отдать все, даже собственное достоинство. Результат какой? Мужчина наглеет. Так у меня вопрос, а кто виноват-то в этом? Оба виноваты, но сначала женщина. Кто виноват сначала? Сначала виноват тот, кого бросают. Теперь второй вариант. Женщина доминирует всегда над мужчиной. Он, допустим, ее чуть строже попросил, она сразу из стельки катать. И не уступает. Даже если он ее бьет, она все равно не уступает. Потом очухивается опять за свое. Почему она так делает? В чем причина? Потому что она когда-то, может быть, в прошлой жизни уже была вот этой вот беззащитной тварью, понимаете? И она уже получила вот когда-то этот опыт, что мужская природа склонна насилие совершать. Она склонна доминировать, захватывать власть. И такая женщина ни на йоту не уступает. Она говорит, нет, не будет тебе власти. И сражается с мужчиной, постоянно делает из него петуха. И он начинает драться с ней, там, мучить ее, в конце концов бросает, уходит, находит себе безропотную тварь, чтобы с ней счастливо жить какое-то время. И оба типа отношений называются неразвитыми отношениями. Почему? Потому что в них нет любви. В них есть просто глубокая корысть, которая действует по-разному. Как же должна женщина себя вести в семье? Она должна смиренно себя вести с мужем. И одновременно у нее должно быть чувство собственного достоинства. Она должна говорить ему правду. Не бояться, что он уйдет от этого. Уйдет, значит, такова судьба. Но говорить надо с любовью. Потому что, когда говоришь с любовью, уходить не хочется. Вот смотрите, я вам могу простой пример привести. Я вам сейчас говорю правду. Мне даже страшно становится того, что я сейчас говорю. А вы сидите и слушайте. Почему? Потому что я делаю это с любовью. А если я это делаю не с любовью, я смотрю в ваши глаза, и в них появляется неприязнь. Это значит, что у меня там нет любви в сердце. Я стараюсь тогда говорить с любовью. Вот и все. Так должна протекать жизнь. У нас здесь тоже личная жизнь протекает. Мы с вами глубокие отношения строим. Не просто отношения, а глубокие отношения. Поэтому очень просто. Метод очень прост. Не надо лукавить самому себе и думать, что у тебя все будет нормально. И не надо бояться судьбы. Надо говорить правду близкому человеку. Надо выполнять перед ним свой долг. Означает любовь настоящая. Любимый не работает. Берет деньги у родителей. И употребляет наркотики. Как не нужно вести себя, чтобы он поменял свой образ жизни? Пробовал отдаляться, но еще больше уходил в плохую компанию. Хороший вопрос. И вопрос на самом деле, он системный такой, общий. Потому что проблема ведь заключается не в том, что он не хочет поменяться, а в том, что он живет в среде, в которой невозможно поменяться. Проблема заключается в том, что чаще всего мы пытаемся воздействовать на объект нашей боли. Ну, допустим, болит печень, мы лечим печень. А что надо лечить? Надо лечить свое питание, свое отношение к режиму дня, свое отношение к людям. И много-много другое, чтобы печень не болела. Но мы лечим печень, так? Это вот этот вот подход, лечить печень, когда болит печень, это подход приемлемый, но он временный. То есть это не помогает, по большому счету. Потому что помогает изменение самого отношения к жизни. Вот, допустим, смотрите, есть разные слои. Мы на многих лекциях уже об этом говорили, что есть разные слои жизни человеческой. Три слоя есть. Смотрите, один слой, это люди, в этом слое, они, самый нижний, называется невежество. То есть люди живут в этом слое как? У них нет каких-то принципов жизни, у них нет каких-то возвышенных мотивов. Центр жизни – это я. То есть я, вокруг меня объединяется вся жизнь, я центр жизни. Если кто-то мешает мне жить, я ему не знаю, что сделаю. Дальше страсть, следующий слой. Центр жизни – это не я, а мы. То есть это наша семья, и мы чего хотим? Мы хотим внешнего счастья. То есть мы хотим денег, богатства, власти, влияния. То есть мы хотим нормально жить, как говорят. Нормально жить означает вот эти вещи, внешние все. И третий слой – это благость. Означает, что человек работает над собой, повышает свой уровень развития личности. И в результате этой работы над собой меняется среда, в которой он живет, атмосфера. У него меняются друзья, отношения со всеми. Ну, все меняется. Понимаете? То есть, ну, допустим, если человек живет в невежественной среде, вот он отстранился от близкого человека, что происходит в результате этого отстранения? И он начинает ненавидеть за это. Так? Ну, то есть, сама среда, в которой человек живет, – это вражда. То есть сильный эгоизм порождает сильную вражду. То есть мы живем вот такими отношениями, в которых каждый хочет своего в жизни. И никто о другом не думает. Такие отношения. Означает, я пытаюсь отстраняться, допустим, от человека. Что получается? Он меня ненавидит. Так? Если я начинаю ему служить, заботиться о нем, что получается? Он меня использует. И то плохо, и это плохо. Что делать? Менять следу, в которой ты живешь. Означает? Менять понимание жизни самой. То есть надо изучать, как правильно жить, надо учиться молитве, надо учиться, с кем строить отношения в жизни, с кем нет, как относиться к своему родственнику. Надо вот эти все вещи изучать. Потому что если их не изучишь, то невозможно. Вот как сделать так, чтобы муж бросил наркотики пить? Наркотики означает определенное психическое состояние, влияние. Понимаете? То есть он находится под определенным влиянием. Вот кто друзья у этого человека? У него в монастыре друзья живут или где? У него в монастыре друзья, которые наркотики употребляют. Человек. Или у него друзья под забором лежат? Видите, если бы у него друзья какие-то возвышенные люди были, то ему стыдно было бы употреблять наркотики. Вот у меня, допустим, среди моих друзей никто наркотики не употребляет. У меня такой круг общения. Почему? Потому что ценности жизни другие. У нас другие ценности. Но у него такие ценности. Он живет для себя. Он думает, ну, употребляю наркотики. Кому какое дело? Чего-то я делаю. У меня такая жизнь, блин. Ну, чего вы ко мне пристали? Ну, то есть у него вот такое мышление. И вы, допустим, скажете, а я поменяла свое уже мышление. Хорошо, если вы поменяли свое мышление, значит, это на него будет влиять. Но влияние будет как оказываться постепенно? Постепенно. То есть вы молитесь, живете внутренней жизнью правильно. Приходит время, и ваша сила, вот этой вот чистой внутренней жизни, побеждает вашу судьбу. А какова ваша судьба? Посмотрите на своего близкого человека. Вот ваша судьба. Вот она стоит перед вами. Судьба всегда представляется высшими силами. Нам та, которая представляется. Вот она, судьба. Вот нас окружает, наша судьба. Вот она. Все. Теперь, если человек живет по-другому, судьба меняется? Судьба меняется. Но этот человек не меняется, он остается тем же самым. Наступает момент, и неизбежно придет ситуация, в которой близкому человеку или придется измениться, или уйти. Одно из двух. Но это он сам будет делать. Его не надо заставлять. Почему? Потому что твоя судьба поменялась, и все будет меняться вокруг тебя. Вот так устроен этот мир. То есть мы как думаем, он устроен? Что я должен воздействовать на человека, чтобы он перестал это делать. Ну, надо спросить себя, почему он это делает? Почему? Вот не почему он это делает с точки зрения своей жизни, а с точки зрения моей жизни. Почему он это делает? Потому что мне это положено. Веда объясняет, что этот мир соткан из справедливости. Здесь не бывает такого, чтобы кто-то что-то делал, то, чего мне не положено. Значит, вопрос в чем заключается? В том, что я должен с собой что-то сделать. Ну, час, буквально 10 минут назад, до этой лекции, я общался со своим наставником, сдавал ему вопросы, и все ответы сходились к тому, что мне надо что-то делать с тобой, чтобы вот эта ситуация решилась. Опять с собой. И кажется, что это несопоставимые вещи. Ну как, вот это делаешь, а вот это решается. А он знает, что это так. Потому что у него уже есть опыт. Точно так же. В этой ситуации точно так же. Есть наркотики, да? Но я знаю, у меня есть опыт. Я видел, как это происходит во многих случаях. Когда человек начинает жить правильной жизнью внутренней, приходит время, и он отрабатывает свою плохую судьбу. И получается так, или близкий человек меняться начинает под воздействием его же силы, то есть близкого человека, который работает над собой, или он уходит из твоей жизни, не появляется кто-то другое. Но это уже его проблема, потому что ты никого не бросаешь. Ты просто меняешь свою жизнь. И все. Понимаете? То есть он должен меняться. По идее, это самый лучший вариант. Его будет судьба заставлять меняться. Например, если ты молишься рядом с наркоманом, у него возникают определенные стадии. У него появляется совесть. Сначала он чувствует раскаяние в сердце, потом он начинает признаваться в этом, что он зря так делает, и так далее. А берет деньги у родителей, это то же самое. Почему человек не работает? Потому что опять невежественная среда, в которой он живет. Если вы хотите поменять среду своей жизни за одну секунду, это невозможно. Нужно несколько лет работать над собой, чтобы из невежественной среды перейти в страстную, потом перейти в благостную. То есть нужно время для этого. Это не происходит за пять минут. Я могу привести пример. Поменяйте круг своего общения за пять минут. Сделайте так, чтобы честные, возвышенные, чистые люди вас окружали, как близкие друзья. Вот сделайте это за пять минут. Невозможно. Надо менять свою жизнь, чтобы такие люди притянулись ко мне. Так или нет? Ну точно так же и близкий человек, только еще тяжелее. Если взять как бы два груза, то есть груз усилий, чтобы у меня были честные друзья, равен одному килограмму. Спасибо большое. Груз усилий, чтобы у меня поменялись друзья, равен одному килограмму. Груз усилий, чтобы у меня поменился близкий человек, равен десяти килограмм. Почему? Потому что карма отношений с близкими людьми самая тяжелая. Она в 10 раз тяжелее, чем карма просто дружбы. Вот и всё. То есть, смотрите, сначала меняются друзья близкие. И проходит какое-то время, может несколько лет пройти, прежде чем близкий человек начнёт менять своё отношение к жизни, к тебе, ко всему остальному. И это надо ждать. Надо ждать это. А если он уходит, его надо возвращать. Не то, что «О, я так думал, я не против, пожалуйста, пожалуйста, уходи, если хочешь». Я давно ждала внутри себя. Это самообман уже. Это означает, что ты просто его выгоняешь. Я знаю даже один случай, что девушка хотела расстаться с молодым человеком и так сделала, что он сам её бросил. Вопрос только вбросил в этом случае. Бога не обманешь. Поэтому не надо желать расставания, надо жить вместе с близким человеком. Это твоя судьба. Потому что если ты не хочешь эту судьбу отрабатывать, придётся отрабатывать какую-то другую. Есть два понимания жизни. Смотрите, одно понимание. Я живу закономерно в этом мире. У меня есть моя жизнь. Закономерно вот так она протекает. И зачем сопротивляться? Потому что всё, что происходит в ней, является результатом того, что я делал до этого, и всё является правильным. Это благостное представление жизни. Второй вариант. Надо как-то вот извернуться в жизни, чтобы мне стало легче. Ну то есть вот этот человек мне не подходит раз, как-то вот вывернуться, изучая законы кармы, вывернуться так, чтобы с ним не жить, и найти себе лучше. Вот это вот означает уже, что человек не понимает законов, как здесь всё происходит. Вывернуться невозможно. Вывернуться невозможно. Есть судьба, надо её принять. Для этого нужны силы. Силы берутся от отношений с высшей материями, с отношений с святыми людьми, с Богом. Силы берутся оттуда, потому что это душевные силы. Понимаете? Душевные силы не берутся от того, что ты просто там себе какие-то настрои прочитал. Это же сам обман. Понимаете? Я солнце, я большое светлое солнце. Я простила, я простила, я простила. А в сердце не простила. Ничего не сделал. Хоть тысячу раз я простила. Повторю, не простила, там оттуда идёт. Нет, ты не простила. Но когда человек получает отношения со святым человеком, который умеет прощать, эта возможность прощать переходит в сердце. И в этот момент он естественным образом прощает. Я бы мог, я бы давно уже простил, но я не могу. Почему не могу? У меня нет знания об этом. Знание — это не просто прочитать что-то в газетке. Знание передаётся от сердца к сердцу, веды говорят. От сердца к сердцу. И человек, допустим, верит святому человеку, послушал его наставление с верой, знание перешло от его сердца. И в этот момент изменилась твоя судьба. Ты смог простить. Поэтому нужны старшие всегда в жизни. Вот смотрите, как мы живём. У нас нет старших. Я часто провожу эксперимент, говорю, кто хоть раз покланялся своему отцу и матери в жизни? Хоть раз. И поднимает 10 человек там из 500, 600, представляете? У нас даже родители не являются старшими, по большому счёту. Ну так, ну, я уважаю своего отца, ну чё. Ну, понимаете, уважение означает, что ты взял просто вот и упал ему в ноги. Это уважение. Но мы не уважаем на самом деле. Мы сами по себе все. Это означает, что жизнь не подчинена какой-то высшей воле. Мы живём по своему желанию, по своему хотению. Хороший вопрос, спасибо. Так, дальше поехали. Я замужем 8 лет. И кажется, что моя семейная жизнь находится в глубоком кризисе. С момента свадьбы. У меня вопрос, а кому вот не кажется, что ваша семейная жизнь с момента свадьбы находится в кризисе? Кому так не кажется? Поднимите руку. Ага. Сколько с момента свадьбы прошло? А? Год. Расслабьтесь. У вас сколько с момента свадьбы? Всё. Вот этот человек, значит, отработал свою семейную карму. Кому ещё не кажется, что у вас в глубоком кризисе? Сколько лет вы живёте? Ну, это хорошо уже. Это значит, что у вас хорошая семья. У вас? Отлично. Ну вот, видите, вот идея в этом заключается. То есть люди прожили лет 10 вместе. А, теперь тогда к вам вопрос. Вот 17 лет, да, вы сказали? К вам вопрос. А вам что, никогда так не казалось раньше, что у вас семейная жизнь в кризисе в глубоком находится? Ну, это вообще, то есть вы как с Луны у нас прилетели. Это вообще, как бы, очень редкий случай. В основном все люди страдают от семейной жизни. И в основном всем кажется в какой-то момент отношений в семье, что отношения находятся в глубоком кризисе. А почему, я сейчас объясню, когда записку дочитаю. Понимаю, что виноваты оба, но, может, мы просто не подходим друг к другу. Как это определить? Хороший вопрос. Сначала выпью, прежде чем ответить. Вопрос сложный. Надо выпить сначала. Нет, вы так не говорили, да? Что в кризисе, да? То есть, ну да. Ну, да. Мы с вами понимаем друг друга, что вы, как бы, просто верны ей, и бывает всякое в жизни. Это нормально, да. Но вот она вот считает, что, может, лучше можно подвернуться как-то, лучше может подвернуться. Сейчас объясню. Что такое семейная жизнь? Вновь и вновь на каждой лекции об этом говорю, мы опять забываем. Опять напоминаю. Смотрите. Каждый человек сам по себе очень хороший. Очень хороший. И мы в жизни чего-то хотим. Все время чего-то хотим. Больше всего мы хотим любви. Так? Самая быстрая возможность получить любовь в этой жизни – это семейная жизнь. Близкие отношения с человеком дают любовь. Но мы не понимаем, что за тип любви мы получаем в этом случае. В этом проблема. Потому что, когда мужчина рядом с женщиной находится вместе, как бы, их взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Вот. Когда это произошло, то что за любовь возникает между ними? Вот в этом надо в вопросе разобраться. Любовь в этом случае означает одну интересную вещь. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Я хочу быть с тобой, как бы, это может быть и хорошо. Но вот вторая часть, как бы, песни, она уже попахивает чем-то другим. Понимаете? Проблема заключается в том, что вот эта любовь между мужчиной и женщиной, она скверняется очень сильным желанием наслаждаться другим человеком. Очень жутко сильным желанием наслаждаться этой любовью. А вот это вот желание наслаждаться любовью является самым могущественным врагом человеческого счастья. Самым могущественным врагом человеческого счастья. Почему могущественным? Потому что сильное желание забирает разум у человека раз, он не соображает, что происходит реально. А в этом надо разобраться, это целая лекция об этом говорить. Потому что женщина, она уверена, что он виноват все-таки во всем. Она не понимает своих ошибок. Мужчина считает, нет, все-таки, я, может быть, в чем-то виноват, но в основном она. В основном она виновата. Почему? Потому что человек воспринимает виноватым того, кто ему причиняет боль. Но он не понимает, что боль ему причиняет его сильное желание наслаждаться близостью. Наслаждаться близостью. Смотрите, как интересно все устроено. Это устроено не нами. Этот мир придуман не нами. Придумано не мной, да? И так далее. Этот мир придуман не нами. И не нами придумано, что женщина наслаждается тем, что мужчине доставляет аскезу. Допустим, она хочет, чтобы он нежно с ней обращался, заботливо, всегда ласково себя вел, говорил. И все, что она сейчас перечисляет со мной, это же не мужская природа. Быть нежным, ласковым, заботливым, чутким. Это женская природа. И женщина своего же женского от мужчины хочет. Но он, конечно, может ей это дать. В каком случае? В случае, когда он благодарностью переполнившись, начинает так себя вести. «Для тебя, для тебя, для тебя я сумею весь мир обойти». Вот, понимаете? Вот в этом проблема заключается, что благодарность возникает от бескорыстия, от неоткорыстия. Вот смотрите, допустим, женщина говорит, «Разговаривай со мной ласково, ласково». Вот эта благодарность возникает? Нет, ласковый голос рождается от такой просьбы? Или нет? Возникает? Нет? Возникает отвращение, потому что любовь изнасилована в этом случае. Или мужчина говорит женщине, допустим, «Видите, я сказал вот женщину женскую склонность к любви, да? Женщина непонятна, она думает, что я не имею права попросить ласкового разговора, что ли, с собой, Олег Геннадьевич?» «Видите, они с женщиной восстали уже в сердце, хоть и улыбаются внешне. Сейчас мужчины восстанут. Мужчины, когда женщине говорят, «Слушай, ты давай как-то помягче со мной разговаривай, как-то повожительнее, так, немножечко хотя бы, немножечко как-то понежнее, так, повожительнее, то есть, ну, хочешь что-то сказать, скажи так, чтобы я, меня не будоражили эти слова твои». Это уже мужской эгоизм. И мужчина говорит, «А что же я ей не говорю, так она вообще обнаглеет?» «Видите, то есть, у нас есть эгоизм в отношении». И проблема заключается в том, что он имеет запредельно сильную природу. Когда что-то запредельное происходит, тот человек даже не может понять, о чем речь идет. Потому что такая сила у этого эгоизма, что он прямо за нутро берет, за нутро берет, понимаете? Вот почему я не имею права вот на такую жизнь? А кто сказал, что ты не имеешь права? Имеешь право. Но эту жизнь ты должна заслужить служением. Не тем, что ты ее просишь, а служи. Вот женщина должна быть ласковой, и муж, как благодарность, от него исходит ласка в какой-то момент. Не сразу, но в какой-то момент. Когда ты победишь свою плохую карму семейную, тогда он станет ласковым. Теперь, когда ты станешь уважаемым человеком, жена начнет тебя уважать. Само собой. Женщине трудно уважать. Это ее природа уважать. Но мужа чаще всего женщины не уважают. Почему? Потому что не хватает кармы. Теперь вы лекцию послушали, придете домой и говорите, я тебя, знаешь, почему не уважаю, Олег Геннадьевич сказал? Потому что у тебя не хватает на это кармы. Но я говорил на лекции про другое. Я говорил про то, что надо свои проблемы смотреть, а на чужие уши затыкать. У нас так не получается. Понимаете? Мы играем в свои ворота. То есть в чужие ворота играем. Футбол. Вот этот футбол. Понимаете? Отфутболиваем работу над собой, желая, чтобы близкий человек работал над собой. Вот сейчас половина записок об этом будет. Это означает беспредельно тяжелая карма. Когда человеку сильно хочется наслаждаться чем-то, а ему не дают. Вот это вот и есть семейная жизнь. Теперь у меня вопрос заключается в том, а где здесь счастье-то? А где счастье-то в этой жизни? Не семейной. А счастье может возникнуть только, когда мы сдаем свои экзамены. Когда человек начинает жить настолько бескорыстно близким людям, что он просто служит и ничего замен не требует. Сколько бы женщина ни капризничала, мужчина спокойно пытается к этому относиться. Он не может к этому спокойно относиться. У него природа получать раны от каприз женщины. Но он думает, это моя судьба. Вот это уже любовь. Видите, как она оказывается? Любовь. Она сначала горький вкус имеет настоящий. А потом благодарность уже в ее сердце. Думает, какой хороший человек. Я столько его мучила в жизни. А он всегда спокойно старался относиться к этому. Это уже любовь. Благодарность рождает любовь уже. Видите, любовь настоящая, она не такую природу имеет, что как бы нам должно быть хорошо по определению вместе. Хорошо означает, я наслаждаюсь всем, сколько хочу, и никаких последствий за это нет. А вот это уже самообман. Такого здесь не бывает в этом мире. Если вы думаете, у кого-то повезло больше, чем мне в этом плане, здесь такого нет. В этом мире нет вот этого, что я наслаждаюсь, сколько хочу близким человеком, и за это не буду страдать. Потому что сам по себе эгоизм является ненасытным врагом человеческой судьбы. Вот чуть-чуть он проявился в сердце, и сразу страдание. А если человек с другим человеком сходится, то сама любовь между мужчиной и женщиной, она этот эгоизм возбуждается до страшной степени. Мы же уже начинаем себя отождествлять. Этот человек становится моей собственностью. Вот попробуй ему куда-то пойти и улыбнись кому-то другому. Я уже его начинаю ненавидеть за это. Хотя до этого, полчаса назад, когда я с ним еще не был, мне было все равно, на кого он смотрит. А теперь мне уже не все равно, потому что это мое. Мое. По-разному это можно сказать. Но не важно. Важно то, что это эгоизм мои хорошие. И когда эгоизм появляется в жизни, начинаются страдания. Для чего тогда нужна семья, вы спросите? Для того, чтобы мы победили в себе эгоизм. Вот для этого нужна семья. Он должен превратиться в настоящую любовь. Он должен превратиться в чистую, светлую, настоящую любовь. И мы для этого собираемся с вами, эти лекции изучаем. Что другого способа счастья в семейной жизни нет. Вот невозможно достичь. Но здесь вот как в чем записка-то заключается, в чем проблема? Проблема заключается в том, что человек не понимает, не понимает, для чего нужна семейная жизнь. Смотрите, я замужем 8 лет, и кажется, что моя семейная жизнь находится в глубоком кризисе с момента свадьбы. Так, ну так, конечно же, оно в глубоком кризисе. С момента свадьбы находится семейная жизнь любого человека. Откуда же берется счастье? Есть два типа счастья семейного. Первый тип счастья – это когда люди просто отрабатывают свое благочестие вместе. Это они просто наслаждаются на курорте, живут. Это называется медовый месяц, там, или медовый год, медовый два года, медовый три года. Но когда-то курорт закончится, и начнется настоящая жизнь. Как поется в песне Писоцкого, тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Словещая жизнь означает, что надо служить, мучиться, заботиться о человеке через эти мучения. Что вот обозначает это письмо? Означает, что тяжелая семейная карма. Означает, что много наказаний через личную жизнь человек получает в этой жизни. Какой совет? Развивать в себе духовные силы. Духовные силы означают, сначала меняются отношения с друзьями, другие друзья приходят в жизнь. Сначала меняются друзья, потом меняется деятельность человека, он в более благостной среде начинает действовать. Потом меняются постепенно отношения. Даже вот с тем человеком, который казался плохим, вдруг отношения лучше стали. Вот поднимите руку, у кого же это произошло. А совсем вот плохо себя вел, да, до этого? Да, видите, совсем. То есть, у нее лучше случай, легче, чем у меня. У всех тяжелые случаи, жизнь у всех тяжелая штука. Просто надо действовать в правильном направлении. Вот это направление, скакать с веточки на веточку, это не способ жить вообще. Ах, эх, яблочко, да на тарелочке. Надоела мне жена, пойду к девочке. Это не способ жить. Потому что сейчас она выглядит девочкой. Пройдет несколько месяцев, и она тебе покажет, какая она девочка. Всегда очень заманчиво сначала. Человек, с которым ты хочешь построить семью, сначала выглядит очень заманчиво. И для женщины, и для мужчины одинаково заманчиво. О, ага, какой мужчина? Или какая? Мадонна! И снова вижу образ твой, Мадонна! Понимаете, все это есть, да, сначала. А потом что получается? Совсем другая песня, понимаете? Совсем другая песня. Почему? Потому что сначала сладкий вкус идет в отношениях, а потом горький. Потому что сдавать экзамен-то все равно придется. У каждой Мадонны есть эгоизм, желание наслаждаться тобой. А оно приносит страдания тому, кем наслаждаются. Мужчина хочет власти над женщиной, женщина тоже хочет власти над мужчиной. Но власть имеет разную природу. Женщина хочет нежной власти, мужчина хочет другой власти, своей, обладать. Женщина тоже хочет обладать, но по-женски. И это желание обладать означает страдания. Начинают страдания потом. Какой ответ? Вот мне человек спрашивает, Олег Геннадьевич, не виляйте, скажите, уходить от мужа или нет? Не виляйте передо мной. Я и не виляю, я просто вам говорю, что вы не туда идёте, не в той дорогой идёте, не той дорогой. Дорога заключается в том, чтобы идти сюда. Вот смотрите, веды говорят, три дороги есть. Одной дорогой пойдёшь, себя потеряешь. Это какая дорога? Бросать всех, искать счастливой жизни себе, бросая всех. Это называется невежественный путь. Второй дорогой пойдёшь, коня потеряешь. Что это значит? Это значит, что мы не обращаем внимания на то, что происходит. Мы улыбаемся всем, и я улыбаюсь тебе. Ну, это хорошо всё, всё нормально, улыбаемся, делаем вид, что у нас всё хорошо. Это называется жизнь в страсти. Делаем вид, что у нас всё хорошо, у нас всё нормально, всё классно, всё. Не обращаем внимания. Люди просто живут, живут, им тяжелее, 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 тяжелее становится так жить. Потом хрязь, один так уходит из жизни, и всё. Почему? Потому что это страсть. Это означает, что мы делаем вид, что у нас всё хорошо. Благость что такое? Вот сюда обернуть свои силы. В страсти люди куда силы направляют? Они думают, нам плохо, потому что у нас мало денег. Почему нам тяжело жить вместе? Потому что у нас квартира маленькая. Квартиру лучше сделаем, будет легче жить. Машины нет, в отпуск не съездили. Детей не нарожали. Поэтому надо вот рожать детей, машину, квартиру. Больше как бы обустраиваться, тогда жизнь будет счастливой. Они пашут за это, пашут, пашут, пашут. Потом сил нет, вместе жить уже. Сил нет, счастья нет, всё надоело. Нашёл другую, пошёл туда. Это страсть. Сейчас большинство людей так живут. Благость. Понять, что мои трудности связаны вот с этим. Вот здесь надо всё менять. А это самый трудный путь. Вот этот благостный. Этой дорогой пойдёшь. Счастье найдёшь. Но эта дорога самая тяжёлая. Она в колючках такая выглядит. Кажется, ой, туда идти вообще сложно. Ну как это себя менять? Я даже не знаю, как себя менять. Я и так хороший. Зачем себя менять? Невежественные люди считают себя самым лучшим. И вариантов нет для обсуждения. Я отличный человек. Отличный. Невежественные люди так считают. Вариантов для обсуждения нет. Страстные люди считают, что я не хуже других. Нормальный. Отличный. Ну тоже отличный, только более тайно. Я хороший, но внешне говорят, что я нормальный. Но на самом деле подразумевает, что я самый лучший. Страстные люди просто обманывают себя. А благостные люди говорят, наверное, у меня там куча грехов, но я ещё не заметил. Потому что есть ещё духовно развитые люди, следующий слой, которые видят свои грехи уже. В чём заключается духовно развитие? Он знает, что у него есть грехи, он знает уже об этом. И он борется с этими грехами, значит, только они являются причиной моих проблем в жизни. Как определить, духовно развитый ты человек или нет? Событие плохое произошло. Любой человек сначала входит в состояние недовольства. Думает, аааа, что такое? И ему хочется всех как бы обвинить в этом во всём, у любого человека. Но духовно развитый человек сразу знает, что это его проблема, сразу знает. И поэтому он не выходит из равновесия. С ним что-то случилось плохое, он чувствует, я виноват во всём этом. Обычные люди так не ведут себя. Они всегда находят причину вовне сначала. Почему он так считает, что он виноват? Потому что он знает, что он грешный. Обычные люди не знают об этом. Они могут только догадываться. Это означает, что уже благость начинает развиваться в сердце. Я уже догадываюсь, что я грешный. Когда я догадываюсь, я могу слушать. Благостные люди могут слушать другого человека. Страстные слушают, когда им выгодно. А невежественные вообще не могут слушать. Они пришли куда-то так и ушли. Они не могут слушать, потому что «Ну что он вообще из себя здесь корчит, этот чикарик?» И уходит сразу. Я ничего не корчу, я просто как бы с вами интерактив. То есть я говорю о том, что мне надо поменять свои жизни. Вам говорю. Что мне надо поменять свои жизни. Я говорю. Вот в этом лекция. Ну так, по крайней мере, должно быть, чтобы я так говорил. Меня заносит, конечно, периодически. Но я должно быть вот так вот, чтобы я говорил. Это уже благость. Я разрушила семью. Вот это благость уже. Я разрушила семью. Более двух лет назад. Бывший муж сейчас в новом браке. Мужчина, с которым я встречаюсь последние три месяца, разрушил семью более двух лет назад. Бывшая жена сейчас в новом браке. Этот мужчина ведет себя безответственно по отношению ко мне в мелочах. Например, не выполняет мелких обещаний, может не перезвонить, не заехать и так далее. Но при этом говорит, что готов жениться. Вопрос, стоит ли пытаться создать с ним семью и отрабатывать карму или нет. Мне рассказали одну историю. Один маленький мальчик, ребенок, он пришел, когда к бабушке на огород, он увидел, что лук такой очень маленький, маленький лук рос. И он очень сильно обиделся, что он маленький. Взял его, начал пытаться его увеличить, чтобы он больше вырос. Почему он такой маленький, лук? И как бы он в результате повыдергивал все луковицы. Вопрос заключается в том, а почему он повыдергивал, в чем причина заключается? Он хотел быстрее, да? Вот часто женщины, они хотят быстрее. Вот нормально как бы мужчина, нормально созревает, смотрите, нормально созревает. То есть он безответственно себя ведет и при этом готов жениться. Это означает, что он созревает до семейной жизни. Что делать? Мучить его дальше. Потому что у женщины есть единственный шанс воспитать своего будущего мужа, это держать его на расстоянии, когда он в тебя влюбился. Это единственный шанс сделать из него человека. Потому что потом все равно обнаглеет, когда вместе будем жить. Все равно обнаглеет. Но единственный шанс из него сделать человека, из него держать на расстоянии, говорит, что вот для того, чтобы мы поженились, тебе надо вот в этих мелочах измениться. Я тоже готова как бы работать над собой, но мы не можем сейчас вот в таких отношениях создавать семью. Отношения неправильные. У нас нет серьезности в этих отношениях. Мы должны стать серьезнее в них оба. Тебе надо вот в этом, а ты мне скажи, что в чем мне надо меняться. Я тоже меняться. Это называется построение отношений. Понимаете, как люди встречаются для чего? Они встречаются не для того, чтобы вот это. Понимаете, они не для этого встречаются. Нет, ну некоторые думают, что для этого. Но я говорю, как надо создавать семью сейчас. Семью надо создавать вот так, держать человека на расстоянии и пытаться построить возвышенные отношения с ним. Правильные отношения построить. Честные отношения. А потом уже, когда они построены, можно создавать семью. И периодически вспоминать о том, чего мы хотели вообще вместе. Когда мы встретились, чего мы хотели изначально, каких отношений мы хотели. Потому что сначала Бог дает эти подарки, такие отношения. Вот чего хочешь, то он и даст. Все. А потом они все равно будут меняться в худшую сторону, и надо их возвышать. Но хотя бы надо понять, хочет человек, вот таких отношений нет. Любит или нет, Богом дан или нет. Как определить, что Богом дан. Женщина держит на расстоянии человека, а он не отваливается. Он хочет, продолжает, хотит создать семью, меняется, работает над собой. Значит, Богом дан. Не факт, что он будет так же интересоваться духовностью, потому что мужчине очень трудно начать интересоваться духовностью. Мужчина, жизнь идет таким образом. Он очень погружен сильно в деятельность. И чтобы ему возвыситься как бы вверх. Вот смотрите, женщина поднимается в жизни, как воздушный шар. То есть просто накачалась каким-то знанием и полетела. А мужчина, он как бы меняется, как самолет. Вы знаете, разгоняется такой. Разгоняется. И как бы лететь, тяжело взлетать мужчине очень. Потому что много дел, понимаете, ему тяжело уделять время духовной жизни. А женщина раз и взлетела все. Потом опять сдулась так же раз назад. Тоже так же очень быстро. Мужчина, если взлетел, он уже летит на этой высоте. Все, понимаете. Поэтому надо ждать. Надо ждать. Не то, что он сразу таким возвышенным станет, не факт. Но надо условия ставить в отношениях. Условия ставить. Стоит ли мне начать общаться? Кстати, мы продолжаем пока ответ на вопросы. Сейчас люди собираются. У нас с 27-го обычно подпольно начинается лекция. Для тех, кто первый раз. Потому что, знаете, у меня рвотный рефлекс наступает. Определенные вещи рвет меня. Вырвать их хочется. Когда кто-то выходит и говорит. Впервые в Москве или там впервые в этом месяце перед вами выступит Олег Геннадьевич Тарсунов. Ура! Рвотный рефлекс начинает наступать. Почему? Потому что я-то знаю, кто такой Олег Геннадьевич Тарсунов. Я знаю, кто он такой, понимаете. И когда из него делают что-то другое, тогда это становится печально. Поэтому мы начинаем чуть пораньше, чтобы плавно пройти вот этот этап, торжественный, убрать из лекции. Ну и потом ответ на вопрос тоже хорошо. «Стоит ли мне начать общаться с мужчиной, как у него проблемы с работой?» «Общаться с мужчиной, как у него проблемы с работой?» «Увольняется и не знает, что делать дальше». «А, понял. Что во мне не так?» «О, супер». Вот связь, то есть мы говорим о связи. Мужчина не хочет работать, что во мне не так? Я не хочу заниматься семьей. Женщина ответственно относится к семье. Что это значит? Это значит, что она серьезно думает о личной жизни. Она хочет навсегда создать семью. Она хочет заботиться о муже, учиться этому. Она хочет серьезно готовить, серьезно отдавать свою жизнь. Мужу. И в свободное время от этого немножко подрабатывать. Или, может быть, и не подрабатывать. Но при этом сразу возникает вопрос. «На что жить-то, Олег Геннадьевич? На что жить?» А вот если не с кем жить, да? Не с кем. Тогда женщина между делом подрабатывает, чтобы тихонько жить. Чуть-чуть на что-то. И при этом очень сильно работает над собой, чтобы создать семью. Очень сильно работает над собой и чуть-чуть работает. Понимаете разницу? И результат какой получается? Она становится очень привлекательной для тех, кто хочет создать семью мужчин. Вот куда женщина смотрит, такой она и получается. Чего она хочет, то и получается. Если она такая уже вся состоятельная, крутая, какого она себе найдет мужа? Безработного, который думает, «О, классная женщина досталась!» Она и работает, и деньги получает, и квартира у нее есть, и сексом можно заниматься. Все блага сразу, вот супер вообще. Ничего не надо делать, дома можно сидеть. Вот такого она найдет. Почему? Потому что всегда это все совмещается. Ну, представьте себе, вы независимая дама, уже такая у вас все есть, уже вы такая крутая. И вам находится мужчина, серьезный, ответственный. Как он себя будет вести в жизни? Ответственный, серьезный мужчина. Вас будет ставить на место. Скажет, забудь, что у тебя там есть квартира, машина, ты здесь жена, служи семье. Она говорит, ну, слушай, ты со мной разговаривай понежнее. Я уже всего достигла, тогда до свидания, моя хорошая. До свидания. Раз ты всего достигла, найди себе другого, который будет тебе смотреть в рот. Серьезный мужчина в рот не смотрит. Понимаете, вот видите, здесь есть определенная проблема. Куда силы направил, то и получилось. Но всегда вместе все не получается. Допустим, хочешь хорошего секса, значит мозгов в семье не будет. Будет только секс. Хочешь мозгов в семье, чтобы развиваться, возвышенно жить, секса будет меньше. Вот вместе ничего не получается. Понимаете, энергия куда-то должна идти, или туда, или сюда. Вместе не получается. Хочешь много, чтобы было денег, значит придется много работать. Отдыха не будет. Хочешь отдых, значит будет мало денег. Понимаете идею? Человек выбирает то, что правильно. То, что правильно. Надо изучать, что такое правильно. Мы не знаем, оказывается, что такое правильно. Меня один человек спросил, я хотел ему благословения, я говорю, пожалуйста, дайте мне благословение, чтобы лечить людей. Он говорит, благословение означает знание. Чтобы получить знание, для этого надо сначала задать вопрос. Я тебе задаю вопрос, а зачем их тебе лечить? Я такой, опа. Я говорю, как? Ну, чтобы они были здоровыми. Я говорю, а почему они должны быть? И он говорит, а почему они должны быть здоровыми? Смотри, человек получает болезнь за то, что он не так делает. Почему он должен быть здоровым? Я говорю, так что, их не лечить, что ли? Он говорит, нет, лечить. Но ты должен разобраться с этим вопросом. Я начал чесать репу ходить, разбираться с вопросом. Потом дальше Господь мне подсказал. И мне начали писать письма, благодарности пациенты. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили мне головную боль. Теперь я могу пить 3 литра пива, и голова не болит. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вылечили мое сердце. Теперь я ругаюсь с женой, и сердце не болит. Ну, вот это да. Помог. Помог человеку. Видите, я понял, что давать людям знания выше, чем лечение. Если ты не даешь людям знания, то это просто обман. Если ты людей лечишь, не даешь им знания, это просто обман. Ты обманываешь их просто, и все. Зарабатываешь на них деньги. Потому что им и твое лечение в этом случае не поможет. Видите? Оказывается, мы много чего не знаем. Поэтому и получается не так, как надо. Почему не так, как надо получилось? Потому что нет знания. Веды говорят, первое, что нужно человеку в жизни, это знание. Надо изучать. Изучать, пытаться понять, как лучше, как правильнее. И... Это у меня склероз уже старческий. А... Проблема с работой. Начать... Стоит ли начать общаться, то есть начать общаться с этим мужчиной? У него проблемы с работой. Может быть и стоит. И посмотреть. Общаться ведь не означает в постель сразу прыгать. Вот почему вопрос-то задан. Женщина боится... Смотрите, почему задан вопрос? Женщина боится привязаться. Она думает, вот сейчас начнусь, потом не отвяжешься. Начну общаться, потом не отвяжешься. А почему? А потому что она не знает, что значит общаться. Потому что культура другая, понимаете? Люди как общаются? Они познакомились, посидели в ресторане. Цель. Они привыкают друг к другу для того, чтобы как можно быстрее лечь в постель. Потому что, ну, пока еще рано ложиться. Ну ладно, ну еще посидим в ресторане. Ну раз, ручку положил на колено. Ну молодец, первый шаг сделал. Уже ближе к постели. Потом еще ближе. Потом оп, уже в постели лежим. Нормально, все. Значит, познакомились. Так цель-то совсем другая. Цель заключается в том, чтобы понять, к кому ты привязываешься. Потому что, когда постель наступила, тогда уже все. Для женщины вариантов нет. Она привязалась уже. И она не может никуда деться от этого человека. Она примагнитилась к нему. Все. И она боится. Она говорит, надо ли знакомиться с этим человеком? Надо понять, что это значит знакомиться. Знакомиться значит общаться на расстоянии с ним. Можно в любой момент закончить отношения. Нет проблем, не является грехом. Начать отношения. Пообщаться, поразговаривать и закончить их. Почувствовать что-то не то, закончить. Пообщаться. Понимаете, общаться не означает ничего другого, кроме этого. О чем я сейчас сказал. Общаться означает двигать губами. И при этом губы не смыкаются. Союз Аполлон не происходит. Состыковка Союз Аполлон не происходит. Просто мы двигаем губами и разговариваем. И руки тоже никуда не лезут. Просто разговариваем. А если лезут по рукам? Мы общаемся просто. Женщина должна сначала установить господство над мужчиной в отношениях. Должна показать свои права. Ведет себя неправильно. До свидания. Потому что женщина имеет на это право полное. Она устанавливает отношения сначала. Женщина это делает. Не дотрогай, не дотрогай. Почему же глядишь так строго? А за окном бушует месяц май И губы шепчут мне прощай Глаза глядят останься Мужчина есть природа такая. Он лезет пытается достичь женщину. Она должна быть недотрогой. Должна отодвигать его и воспитывать, учить отношениям. И он будет ее за это уважать. Бесконечно уважать. Вот настоящий человек достался жизни. Понимаете? А не прыгать в постель с ним. Мужчина не уважает таких людей. Конечно, классно. Классно. Мужчина наслаждается, но он не уважает. Поэтому бросает потом легко. Начинает понукать такой женщиной. Понимаете? Нет образования, значит у женщин. Как себя вести? На работе проблемы руководитель старший бухгалтер просто издевается. С каждым днем увеличивается работа без увеличения зарплаты. Знакомая история, да? Не пускает в воспитание пуст надмеренно. На мои возражения всегда один ответ. Не нравится? Уходи. Волиться не могу. Проблемы со здоровьем. Приходится от... Ну, в общем, и в отпуск надо, но не факт, что отпустят. Почти каждый день истерики. Прихожу домой в слезах. Невыносимо. И подговорила главного бухгалтера пожаловаться некому. Старший бухгалтер, есть главный еще бухгалтер. Ну, ладно. В общем, идея очень простая. Смотрите. Женщина поставила своей целью жизнь и работу. Ну, вот работа это и есть то, что меня спасет. Цель жизни человека. Работа. Какой результат? У него очень сильно появляется надежда, что работа принесет счастье. Так? И он эту надежду, веру, начинает возлагать на людей, которые являются руководителями. Но руководители извлекают из нее прибыль. Они не строят с ней вот такие возвышенные отношения. Они из нее извлекают прибыль. Понимаете? Они видят, человек пришел с верой. Так? Смотрит. Значит, можно больше его дать работы. Выполнил еще больше работы. Зарплату не повышаем. Они эксплуатируют, извлекают прибыль. Что делать? Уходить с работы? Опять, если ты так же с верой пришла, опять та же самая ситуация будет. Опять. Во что женщина должна верить? Она должна верить в Бога. На втором месте стоит семья. Вот смотрите, в семье какая ситуация. Ведь та же самая. Женщина, она отдает свою судьбу в семье. Она много терпит, страдает. Иногда муж наглеет. Но у нее даже нет идеи как-то менять эту ситуацию. И это означает женская природа. Там женщина может это терпеть. Допустим, мужчина работает. И начальник эксплуатирует его. Видите, у него нет идеи менять. И он так сильно не страдает от этого. Он будет, ну, если козел будет дальше меня эксплуатировать, поменяй работу. Он как бы верит в это все. Но это его природа. Он может так жить. Допустим, рыба легко в воде себя ведет. Но когда ее на берег выбрасывают, она вот так дергает, спрыгает. Она не может плавать так быстро. Почему? Потому что не ее среда. У женщины среда, где это ее дом, семья для женщины. Она там плавает очень хорошо, легко. Ей легко так жить. В семье. Это ее природа очень тонкая. В близких отношениях изощренная у женщины. Когда она попадает в коллектив, там не ее среда. грубые производственные, деловые отношения. Ей тяжело. Обижается, скованно себя чувствует. Тяжело. Зачем тогда предаваться этой среде? Вот смотрите, вопрос-то какой. Что мне делать, Олег Геннадьевич? Ну вот женщина как себя вести должна? Ну вот заставили работать больше. Подходите как бы к старшему бухгалтеру, к главному пока не надо подходить. Подходите к старшему и говорите, а я не могу больше работать. Говорит, как не можешь? Останься. Не могу остаться. Ну тогда мы тебя увольняем. Ну смотрите. И пошла домой. Оставили? Оставили. Не оставили? Не оставили. Все. Женщины спокойно относятся. Потом раз, нашла себе другую работу. Женщине надо обязательно вот на одной работе работать? Нет, не обязательно. По ей судьбе она может туда-туда устроиться, куда она считать нужно. Все. Теперь нет работы. Опять нет работы у женщины, как она живет. смотрите. У женщины нет работы. Есть подружки, они поймут. Всегда, когда у женщины нет работы, подружки поймут, скажут, давай мы тебе поможем, поможем, давай ищи работу. Родители поймут, скажут, доченька, ну приезжай к нам, поживешь. И все нормально, доченька приехала, нормально, ну она у нас женщина, что, ну нет работы, ничего страшного. Все нормально. Видите, как бы женская природа может без работы жить. Мужская нет. Мужчине надо работать, укрепляться на работе. И там судьба ему создала все условия. Он такой ему сказал, больше еще работы. Он такой, чего? Он может поставить за себя, а женщина нет, она верит начальнику, верит. Такой хороший человек, начальник, хороший. А мужчина, он верит, но он как бы верит, может быть и верит. Он думает, что делать дальше. И с мужчиной, поэтому так не поступишь особо. Взять его, и работай больше, еще больше работай, еще больше. Есть такие мужчины, конечно, но с ними так и поступают. Почему нет чувства, собственного достоинства? Сейчас я вам в этом плане расскажу одну ведическую историю интересную. Смотрите, очень простая история. Одна змея решила стать святой, кобра. И она решила, что никого не буду кусать насмерть. Все, дала клятву. И через две недели ее начали закидывать камнями, бегают за ней, никто ее не боится, она уже все, никого не кусает. Все поняли, что она святая, ну, будем ее кидать камнями. И она приползает к святому человеку, отреченному, такая змея может разговаривать, и говорит, что делать-то? Он говорит, а ты не кусай, а капюшончик-то раскрывай вот так. Я не отстану от тебя, пойму, что это обычная змея, и все, и не будут тебе приставать бегать за тобой. Так получилось. Если человек раскрывает капюшончик вот так, это не значит, что он плохой. Просто он показывает, что у него есть чувство собственного достоинства иногда, и все. Это нормально. Кому? Тем людям, с которыми ты строишь не любовные, глубокие, возвышенные отношения, а просто деловые. Понимаете? Любовные, возвышенные отношения могут быть только с наставником. Даже в семье надо иногда капюшончик открывать. Чуть-чуть так, и все. Я и муж хотим жить в разных странах. Ну, муж, понятно, а вы-то зачем? Когда мы женились, то думали, что уговорим друг друга либо уехать, как я хочу, либо остаться, как он хочет. Но чем дальше мы вместе, тем острее возрастает этот вопрос. У нас уже ребенок два года. Хороший вопрос, ответ очень простой. Надо ехать к мужу. Женщина должна выбрать мужа, а не свободу. Мужчина не может поменять деятельность, он не может переезжать, его природа оставаться там, где он есть. Женская природа привыкать к тому месту, где живет муж. Она должна все бросить и поехать к мужу. Вот такой ответ очень простой. Почему? Потому что женщине проще привыкать приспосабливаться к новой обстановке, мужчине тяжелее. Ради семьи женщине легко это сделать ради семьи. Мужчине нет. Все, ответ очень простой. Нет вариантов здесь никаких. А может он все-таки переедет? Может быть и переедет, а может быть и нет. У нас еще другая проблема. Если вы рядом с ним не будете долгое время, у него заведется другая жена. Заведется именно вот так. я сейчас объясню почему. Потому что женщина она пахнет ароматом любви. Мужчина не пахнет ароматом любви, а женщина пахнет. Но мужчине положено, чтобы рядом с ним был этот аромат любви. Если долгое время нет рядом с ним аромата любви, то он заводится. Как это происходит, никто не знает. Он заводится. Поэтому женщина должна жить рядом со своим мужем, чтобы другой аромат любви не заводился рядом с ним. Не заводился. Понятна система, нет, женщины? Я ему доверяю. Но сделать не в доверии, а в этом аромате, понимаете? Ну ладно, спасибо вам за ответ от клики ваши. Так, ну это уже большое письмо очень. почти что книга. Была избушка ледяная. Были отношения с девушкой на протяжении трех с половиной лет. Много вместе пережили. Я хотел создать с ней семью, заводил тему про детей. У нее до меня никого не было, но она решила, что жить на западе лучше, а в России нищета и беспредел и улетела в Канаду. Это вообще даже уже не запад. Я долго пытался тоже уехать в Канаду, но не получилось. Даже продал машину, чтобы нанять репетитора по-английскому. А в Канаде-то все по-русски разговаривают. Что там? Зачем репетитор разговаривает? Приезжаешь туда, я в Лос-Анджелес приехал в Америку, я там ни одного англичанина не встретил. Я там жил в русском районе, там русские магазины, там английский не нужен особо. Я думаю, я английский знаю, что-то скажу. Я все по-русски только говорил все время и лекции на русском читал, там все нормально. Там не нужен английский совсем. А если как бы вы прилетели только в Канаде, тоже не волнуйтесь. Если вы ничего сказать не можете, они поймут, что вы русский. И все оформят вам, все как бы сделают и отправят вас. Не волнуйтесь, тоже все нормально. Там все понимают, что русский человек есть, русский, ничего с ним не сделаешь. Даже русские, которые английский выучили, они все равно потом все по-русски там делают в Америке. По-русски разговаривают со всеми потом. Все по-русски делают, надписи все, все, магазины. И не просто там, допустим, магазин, а вот именно на старом русском хлебобулочные изделия. прошло полгода никаких писем, звонков. А, ну все, значит, аромат появился. Словно я никто и ничего не было. Ну, аромат появился, все. В чем была моя ошибка? А, это она аромат-то. Понятно, в чем была моя ошибка. Да никакой ошибки нет. Просто надо найти другой аромат. Проблема заключается в том, что девушка должна выбрать мужчину. А если она выбирает Канаду, значит, она не серьезный человек, нет смысла с ней строить отношения. Надо просто себе честно в этом признаться, не всегда это возможно, что человек не серьезный, с которым ты хочешь. Ну, девушка выбирает Канаду, а не мужчину. Ну, как она будет в семье жить? Представьте, для нее семейная жизнь это менее важно, чем страна какая-то. Понимаете, нет? Женщина должна выбрать семью. Где бы она семья не жила, она принимает условия этой жизни. Тогда она счастлива в личной жизни. Если она выбирает страну, она так и будет ездить, потому что Канаде что там лучше, что ли? То же самое, что здесь? Или там лучше? Кто считает, что там лучше? Поднимите руку. О! Лучше. А в чем? А в чем лучше? Скажите, в чем там лучше? Давайте выясним. А? А? Как? Добрее люди? А вы долго там были, нет? Нет? А сколько? Неделю? Я проконсультировал в Лос-Анджелесе 150 русских эмигрантов. Знаете, я что узнал? Интересную штуку. А в общем-то я в ведах уже знал об этом раньше, что в каждой стране, в чужой есть что-то лучше на первый взгляд, а потом мы обнаружим, что там есть что-то хуже на второй взгляд, и вот этот второй взгляд становится ключевым, потому что потому что то, что нам радостно видеть, как на курорте, это хорошо, но нужны те вещи, к которым мы привыкли, понимаете. Вот в Канаде там люди внешне мягче, внешне чище там, а внутри у них более холодные отношения друг с другом. Это невозможно объяснить, это надо там пожить просто и понять, что вот этот холод, ты не достучишься ни для кого. Кто жил в Канаде поднимите руку? Почувствовали холод вот этот? Понравился вам, нет? А? Ну и что вот холод понравился? Страшно? У меня один русский тоже мигрил туда, он рассказывал, он приехал, когда в Россию оттуда, ему на таможне сказали матом, ему так радостно стало, начал обнимать человека. Почему? Потому что близкие отношения сразу, понимаете, очень близкие, то есть, ну сразу честно сказали матом, близко очень, а там нет близких отношений, тяжело добиться. И он так соскучился, он начал обнимать, говорит, спасибо тебе, он так соскучился по таким отношениям близким. Русскому человеку лучше вот так, честно матом сказать и все, а вот это деликатное, вот это вот на расстоянии, это очень тяжело потом становится, так жить. Никому не достучишься, понимаешь, да, мы совсем согласны, до свидания, совсем согласны, до свидания, всем согласны, до свидания, так 10 лет. Ну хотя бы один раз здрасте, очень тяжело. Не то, что там плохо, там хорошо, но для других людей, там хорошо жить, но для другого склада людей, понимаете. А нам вот такая жизнь нужна. Но иногда кому-то там лучше, очень редко бывает, такое бывает очень редко. В основном люди чувствуют страдания, когда они переезжают в другую страну. И так в каждой стране по-своему. Но в целом система такая. В Америке больше холода и тяжелее создать семью. А мы семейные люди по природе, нам надо семья. Там тяжело очень, там люди привыкли жить по одному, им так нравится. Даже в семье они живут по одному часто. На Западе там есть много чего другого хорошего. Там есть, допустим, вот эта роскошь жизни, есть как бы устроенность, есть трудоустройство такое стабильное. В чем-то стабильность, в чем-то трудности. На Западе люди более деликатные в отношениях, более обидчивые. Им так же тяжелее, чем нам строить близкие отношения друг с другом. Они любят как бы определенность жизни и законы. Понимаете, у нас с этим проблема у русских людей с законами. Поэтому там бояться русских людей страшно на Западе. Потому что русские что-то создают, все, законы не соблюдаются. И они страшно переживают от этого. У нас другая природа, более свободная, понимаете. Там надо просто счастливо жить в такой вот своей природе, русской. На Востоке там люди более чем мы близкие друг к другу. У них более глубокие отношения друг с другом, более религиозные, устойчивые семьи, религиозные традиции. У нас меньше традиций религиозных, чем там. Понимаете, все по-разному. Ты приезжаешь на Восток, ты не сможешь так жить, как они. Женщина не сможет так вести себя, как мужчина хочет восточный. Западная женщина так не сможет себя вести, ей будет очень тяжело. Поэтому каждому лучше жить там, где ты живешь. Два червячка вылезли, как бы, и один маленький сынок говорит, папа, а правда в яблочках червячки тоже водятся, правда, а в арбузиках правда, и в малинки даже водятся, правда, ну давай там жить. Нет, сынок, поползли назад, там наша родина. Понимаете? Где родина, там и надо жить. Вот такой ответ. Ну ладно, у нас сегодня важная тема семинара, у нас, я думаю, мы уже собрались все вместе. Особенности семейных отношений в наше время. В общем-то, мы уже ее начали по запискам. Первая особенность это изменение в характере мужчины и женщины. Что такое наше время? Давайте возьмем наше время. Что такое наше время? Мы думаем, о, у нас идет развитие наше время, да? Развитие. Мы думаем, мы развиваемся. Вот большинство людей считает, что идет прогресс. То есть мы развиваемся. Кто считает, что идет прогресс? Поднимите руку. Ну что, наука, техника, культура, все развивается, так? Кто считает, что идет деградация? Лекции наслушались уже. Молодцы. Так, смотрите, сейчас я все объясню. Что такое прогресс с позицивет? Прогресс означает увеличение духовности людей. Это прогресс. Самое ценное у человека это отношения с высшими силами. Они дают чистоту человеку, они дают совестливость, дают возвышенные отношения также друг с другом у людей. Дальше прогресс означает уменьшение вредных привычек, увеличение устойчивости семьи, уменьшение грехов в жизни людей, а именно аборты, пьянство, разврат и так далее. Это означает прогресс. Увеличение культуры в жизни людей. Культура не означает швейцарские часы, наглазные брюки. Культура это внутренняя вещь. означает не изменять, любить друг друга, означает верность сохранять, устойчивость семьи, не лгать, по-доброму относиться к старшим, младшим, равным и так далее. Это называется культура. У нас культуры больше стало, нет? Семьи лучше сохраняются? Нет. Пить стали меньше? Нет. Богу мы больше верим, чем раньше? Нет. Видите, у нас идет деградация сейчас, деградация, мои хорошие. Когда прогресс означает, люди любят друг друга, строят близкие отношения друг с другом, они чувствуют счастье в отношениях, они более простые, доступные, отзывчивые. Смотрите, идет отгрожение людей друг от друга. Мы даже не знаем, как знакомиться, люди не могут познакомиться, потому что нет отношений. Каждый человек живет отдельно друг от другого. В доме почти никто не общается друг с другом. Так? Мы становимся более независимыми, более отгороженными. Прогресс также означает, что люди могут большими семьями жить. Вот смотрите, мы не можем даже с родителями вместе жить. Это невозможно для нас уже. Если меня спросят, что лучше, жить с родителями вместе для русского человека или отдельно? Я скажу, лучше отдельно. Почему? Потому что нет силы у русского человека жить с родителями. поднимите руку, кто с родителями живет и счастливы. Вот это означает цвет нации. Вот эти люди цвет нации. Почему? Потому что у них есть вот эта врожденная культура в отношениях со старшими. А это очень сложно достижимо в наше время. Понимаете, большинство людей не способны на это. Вот поэтому я и говорю, что прогресса мало. Прогресса мало у нас. Прогресс означает культурный прогресс, нравственный прогресс. А все остальное это развитие техники там. Ну, в чем прогресс-то заключается? Что мы вместо рук теперь стираем на стиральной машине еще не факт, что лучше. Гиподинамия от этого развивается. Скоро человек вообще будет как робот. Будет сидеть за компьютером, двигаться не будет. Покакать будет автоматически все происходить. Покушать, подноситься автоматически. Сейчас мы смеемся, скоро так будет. Приготовить, пожалуйста, так оп, приготовилось все. В Японии уже придумали вакуумную доставку пищи. Понимаете, в доме вот вакуумная доставка в пище. Допустим, захотел вот это покушать раз и тебе горячее блюдо. Классно же? Думаете, классно. Видите, с первого взгляда классно. А на самом деле женщины атрофируются, они могут готовить там уже в результате. Это означает пища без любви. Понимаете, все, что мы не по Богу делаем, все приносит страдания. Вот смотрите, допустим, вакуумная доставка пищи означает готовим без любви. Готовим без любви, значит любви в семье нет. Любовь создается с помощью служения друг другу. Допустим, муж не заботится о жене, жена, мужа, где будет любовь? Она через служение передает. Служить нечем. Готовит вакуумная доставка, вот, стирает машина стиральная, там любви нет, нет отношений в семье. Понимаете? Нет близких отношений, значит, нет любви. Все. Поэтому этот прогресс научно-технический еще не факт, что это вот развитие какое-то. Смотрите, все, что мы не как природа сделала, делаем, получается, хуже, а не лучше. Допустим, где лучше жить? В деревянном доме на берегу реки или в многоэтажке? А? Кому без разницы? Вот молодец. Без разницы совсем. Я вот сейчас на 22 этаже живу в гостинице. Разница колоссальная. Когда человек, которого на земле живет, в коробке вот в этой каменной, человек же должен дышать природой, понимаете? Дышать природой. Он должен испытывать часть от отношений с природой. Понимаете, я вот сейчас живу в деревне, я знаю, что есть разница. Я открываю окно. Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся. Ну, то есть, счастье, понимаете, курочки бегают вокруг. Очень приятно. Вот. А на 21 этаже курочек нет вокруг, понимаете? Какая-то редкая птица долетит до середины Депра. До 21 этажа тоже. Счастье же в отношениях. Когда ты живешь в этой коробке, там нет отношений. Счастье в отношениях. Я не на даче, я там живу. Каждый день тогда. Поют каждый день, да. А? Что после 22 этажа? А? Вы знаете, после 22 этажа можно иногда не дождаться, что поют. Да, потому что человек, когда он в этой среде живет, он теряет себя. Многие женщины, которые здесь живут, в Москве, они не могут даже зачать детей. Это большая проблема. Того, что человек, которого он от природы живет. Мы созданы в природе и в природе должны жить. Но так как мы создали сами эту жизнь искусственную, мы сейчас сами хлебаем эти плоды, понимаете? Я о чем сейчас говорю? Что это не факт, что этот прогресс является чем-то хорошим. Это не факт. Давайте серьезно как бы задумаемся, куда мы идем. И то же самое происходит в отношении. То же самое происходит в отношении, поэтому отношения в наше время. Смотрите, в наше время что происходит, самое главное? Люди получают неправильное образование. Веды говорят, что правильное образование означает с 7 лет до 13 человек должен получать нравственное воспитание, потому что в это время у него есть в сердце правильные понятия, дети, они очень открыты к чистоте. Дети вот в это время они чувствуют, им скажут, будь честным и откликается сердце. Понимаете? Потом уже после 13 лет не сильно откликается. Человек уже интересуется, как ему жить. Это означает, что он профессиональное образование должен получать после полового созревания. Но для чего нужно это нравственное воспитание? Оно нужно для того, чтобы женщина стала женщиной, а мужчина мужчиной. Сейчас объясню, что это значит. Смотрите, если взять, допустим, женщину современную, то у нее идет сильный крен в мужскую сторону. То есть она стремится к независимости. То есть означает, она стремится создать все возможности работать где-то, устроиться там, получить образование там и так далее. Это зависимость или независимость? У нее увеличивается зависимость от того, что она имеет очень много квалификаций, каких-то, зависимость от мужчины? Увеличивается в этом случае? Нет. Ну, скажешь, да, ну нормально, она же что, разве женщина должна быть развитой? Конечно, женщина должна быть развита. Вопрос только в чем? Вопрос только в чем? Женщина должна быть женственной, доброй. Она должна быть опытной в личной жизни, в психологии отношения должна быть опытной. Она должна понимать, что такое построение отношений в семье, как сделать так, чтобы никто никого не бросил, как воспитывать детей, женская природа этим занимается, как строить отношения с родственниками, как в социуме, в котором мы живем, сделать мир, заботу и покой. Смотрите, женщина тоже социальное существо, не то, что она только семейная, но как она в социуме себя ведет, она должна заниматься социальными проектами, то есть женщина по природе своей очень отзычивая на чужую боль. И чувствует, что надо помогать тому, надо помогать тому, для нее это естественно, для женщины. И поэтому женщина должна учиться вот этой социальной заботе, то есть она должна учиться, заботиться обо всех родственниках, о знакомых, поддерживать отношения. Это же труд все. Вот допустим, дома, домашние дела, это труд или нет, женщины? Это тяжелый труд, мужчины могут этого не понимать, скажут, что ты бездельничаешь, ходишь? Это не безделье. Кто отношения, атмосферу любви создает женщина? Кто готовит, то стирает, то убирает, то чистоту поддерживает. Мужчина же не будет чистоту поддерживать, у нее нет этого в природе, а у женщины есть. Кто отношения с родственником поддерживает? Мама звонит, почему вы мне не звонили целых два месяца? А кто звонить-то должен? Мужчина? Мама! Жена звонит, она общается, и это ее природа. Так? Бабушки вокруг голодные, несчастные, доживают свою жизнь, одинокие люди. Кто о них позаботится? Женщины? Дети? А женщины, они должны заботиться. Объединяться женщины должны в заботе, воспитании детей. Обучение детей, школы там и так далее, опять женская деятельность. И даже забота о больных людях в основном женской деятельности. Это социальная деятельность. Когда женщины занимаются социальной деятельностью, общество становится счастливым. Но почему женщины не занимаются социальной деятельностью и не занимаются семьей? В чем причина? Потому что в наше время, в результате деградации, не прогресса, а деградации, женщины склонны, вернее, не склонны заниматься женской деятельностью. Не склонны становятся. Им хочется заниматься чем-то другим. В результате общество становится сухим, холодным. Холодным. То есть нет женской энергии в обществе, холодным общество становится. Нет теплоты. Помните, я часто пою эту песню. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Понимаете, это женская энергия. Женская энергия на селе, да? Почему так тепло в отношениях в селе? Потому что женщины сидят, улыбаются на селе, на лавочке, улыбаются всем. Теплая атмосфера создается, они все помогают, заботятся обо всех. Кому-то раз что-то случилось, с кем-то раз подошла, помогла, позаботилась. Женская энергия. Так или нет? Сейчас женщина знакомится с соседками, вот так. Женщина приехала куда-то раз, со всеми соседями познакомилась. Есть такое, нет? Редко. В основном нет. В основном дома сидим. И создаем другую энергию. Если женщина со всеми не познакомилась, то что придется ей сделать? Со всеми враждовать. Это тоже женская энергия. Смотрите, она действует наоборот. То есть женщина, если со всеми не познакомилась, дружеские отношения не поддержит. Что-то там произошло, она начала... Это тоже женская энергия. Начала сплетничать. Начала обо всех плохо говорить, все вокруг все плохие. Все. Опять эта энергия вражды начала распространяться. Почему не хватает женской энергии? Что такое нравственное воспитание? Это когда девочка с детских лет учится быть женщиной. Это нравственное воспитание означает. Она становится сильной личностью. Вот сейчас, если взять сильную личность, взять, начать думать. Вот что такое необразованность? Необразованность означает извращение понятий. Вот смотрите сейчас. Кто такая сильная личная женщина? Мы медитируем. Сразу такая бизнес-леди всплывает, такая крутая, все, пальцы веером, там, сильная личность, женщина сильная. Совсем неправильное понятие. Неправильное представление о сильной женщине. Уже сформировалось в обществе. Потому что это как раз и есть не сильная женщина, а слабая. Почему она пошла в эту жизнь? Потому что ее собственные обязанности ей трудно выполнять. Поэтому она туда и полезла, в это бизнес-леди. Потому что по-женски жить тяжело женщине. Всегда женщине по-женски жить тяжело. Поэтому она и лезет туда. Теперь мужчина. Почему женщины начали? Потому что женщины, они больше склонны принимать правду о себе. Если я сейчас мужчин начну, то меня закидают тухлыми яйцами. Спасибо. Благословение. Про мужчин. Ну это вообще тяжело слушать сейчас. Ну приготовьтесь. Так, смотрите, мужчины. Если вы еще мужчины, пусть долгим будет путь. Вот новый поворот. И мотор, ребят. Что он нам несет? Смотрите, дело все заключается в том, что мужчина не означает то, что сейчас думают. Вот если это сильный мужчина, представьте сейчас. А, настоящий мужчина. Что это значит? Медитируем на это. Настоящий мужчина. Я вот сюда прилетел, в Москву, я видел рекламу. Такой мужчина стоит. Голый, почти, ну по поясу. Лицо соответствующее такое. И как бы там косвенно в этой рекламе указывается на его половую силу. Настоящий мужчина. Настоящий. Ну то есть настоящий мужчина сейчас в буквальном смысле означает большая горилла такая. Потому что половая сила это обезьянья вещи, это не человеческая. Большая горилла такая, крутая такая. Может сексом заниматься 10 раз в день. Настоящий мужчина. Видите, что мы из мужчины сделали? Гориллу сделали из мужчин. Теперь, кто же такой настоящий мужчина на самом деле? Давайте разберемся в этом вопросе. Оказывается, есть такое понятие «настоящий мужчина». Оно означает самоконтроль, способность сдерживать свое половое желание, решимость, целеустремленность, способность работать над собой, аскетизм, мужество, ответственность, самообладание, стойкость внутренняя, способность принимать решительные решения и достигать свои цели. И знаете, если разобраться в этом вопросе, то есть одна интересная вещь. Оказывается, вот отношение вот к этому вопросу насчет гориллы является ключевым. Потому что настоящий мужчина контролирует свою половую энергию, а настоящая горилла не контролирует, а наоборот считает, что это в нее самое главное. Настоящий мужчина стремится обуздать половое чувство свое, и поэтому у него появляется мужество, сильная память, аскетизм, выносливость, способность преодолевать трудности. Все это от самоконтроля идет. Самоконтроль означает способность победить свою зависимость от женщины. Поэтому в ведической культуре, в древней, мальчиков воспитывали отдельно от девочек и учили быть настоящими мужчинами, контролировать себе половое желание. Сейчас ситуация какая? Ситуация заключается в том, что уже с 13 лет, как только что-то начало шевелиться, то есть у мужчины появляется стойкое изображение перед глазами. Я уже пел сегодня. «И снова вижу образ твой Мадонна». Ну не та Мадонна, конечно, которая там, а другая. И результат какой? Вот эта картинка постоянно раздетой женщины перед глазами, которая стоит у мужчины, она дает ему совсем другое развитие. У мужчины психическая энергия не по мужскому, по правой стороне тела идет, а по женской, по левой. Это означает, что мужчина становится слабовольным, он склонен, становится к вредным привычкам, у него появляется похотливость, то есть у него как бы вторая фамилия появляется, не паспортная вторая фамилия, Кобелина итальянская. Итальянская фамилия вторая появляется у него. И он как бы начинает жить по принципам поручика Альжевского. Знаете принцип поручика Альжевского? Вы простите меня за этот анекдот, но он как бы показывает настоящего мужчину современную. Не были ли вы в молодости членом суда? Бывало с членом туда, с членом сюда. Согласно законам вот этого мира, человек, который так мыслит, он не может быть счастливой личностью. Почему? Потому что счастье мужское зависит от его способности победить самого себя. Понимаете? Победа мужчины начинается с самоконтроля. И вот смотрите, вот в этом заключается особенность отношений в наше время, что они очень сложны. Потому что женщина, ее энергия идет в правую сторону мужскую, она становится независимой, она становится мужественной, она становится как бы властной, она начинает давить на мужчину. Мужчина становится слабохарактерным в результате того, что он зависит от женщины. То есть он постоянно думает о сексе. Означает слабохарактерность. Настоящий мужчина как поет? Первым делом, первым делом, самолеты. Ну а женщины? А женщины потом. Понимаете? Это настоящий мужчина так поет. То есть для него развитие, как бы его деятельность, настоящая жизнь. А женщины потом. И некоторые женщины думают, ну это как, Олег Геннадьевич, как это потом, женщины? Так вы посмотрите в свое сердце, женщины, посмотрите в свое сердце. Вам что, нравится вот этот вот, муля, не нервируй меня? Когда мужчина... Ну как бы... Или такой вот мужчина, который... Он не может себя контролировать, орет постоянно, дерется. Почему это у мужчины все проявляет в характере? От бесконтрольности. Смотрите, если взять, допустим, почему мужчина не может с женщиной спокойно обращаться? Потому что он очень сильно, психически, зависит от женщины. Он зависит от ее половой энергии, вот этой энергии привлекательности. И так как он от нее зависит, у нее чуть-чуть настроение поменялось, а у женщины постоянно меняется настроение. Оно не может стоять на месте. Настроение чуть-чуть поменялось, и его сразу... Корежит это, он не может это терпеть. В чем дело, он говорит. Она говорит, я тебя трогаю. Трогаешь. Понимаете, то есть она его не трогает вообще, она просто у нее настроение поменялось, потому что она женщина. Он постоянно меняется настроение. А его это трогает. Почему? Потому что он зависит. Он зависит от женской энергии. Вот в этом заключается проблема. Мужчина не может себя контролировать. Понимаете, он дерется, он ругается, он выпивает. Вредные привычки означают, нет силы контролировать себя. Почему? Потому что все идет в половую энергию. Мысли только о сексе. Все. В этом заключается проблема. И смотрите, об этом ведь никто не говорит. По определению все говорят об обратном. Если взять телевизор, посмотреть. Настоящий мужчина это какой? У которого есть жена, она его любит. Ну обязательно есть любовница еще. Он настоящий мужчина, он настоящий. То есть много женщин вокруг. Так это означает не настоящий мужчина, мои хорошие. Настоящий мужчина, это мужчина, который способен победить в себе вот это желание. Наслаждаться женской энергией. И тогда женщине с ним комфортно рядом становится. Потому что чем больше мужчина хочет наслаждаться женщиной, тем где тяжелее женщины жить. Она чувствует, что ей тяжело рядом с таким человеком. Так или нет, женщины? А кому какой женщине нравится, чтобы больше приставал, чтобы больше мучил? Есть такие? Я вас благословляю. Есть такое слово ведическое. Татастху. Я вас благословляю. Вас будет больше мучить. Или не благословлять? А? Это и есть ваши проблемы. Тогда не благословляй. Видите как, оказывается, беру свои слова назад. Я пошутил так просто. Вас немножко отрезвить. Итак, смотрите, оказывается, вот так вот, мои хорошие. Женщина хочет, чтобы мужчина обращал на нее внимание. Это факт. Но по факту лучше для мужчины работать над собой. Женщине это трудно объяснить, потому что ей хочется, чтобы мужчина обращал на нее внимание. И женщина должна так себя вести. Она должна быть красивой, привлекательной. Не то, что она должна в паранже в семье ходить. Она должна привлекать мужчину. А мужчина должен работать над собой. И в результате наступает гармония. Смотрите, женщина становится красивой, привлекательной очень. А мужчина становится очень сильным, мужественным. Другой вариант. Смотрите, женщина привлекает мужчину, он привлекается и мучает ее постоянно. Она теряет свою силу, свою красоту в результате. Она замученная становится, а не красивая. Или нет? Видите, и противоречие такое есть. Так вот, знайте, что это тайна большая. Кто такой настоящий мужчина? Это тайна в наше время. Потому что мало кто из мужчин согласится с этим термином. Это очень больно слышать мужчине, кто такой настоящий мужчина. Виды объясняют, что все развитие мужчины начинается с самоконтроля, с контроля семени. То есть решимость, мужество, отвага, это энергия семени, все. Если мужчина постоянно теряет семя, у него теряются эти качества. Естественным образом все это теряется. Это проблема. Итак, смотрите, наше время. Берем теперь наше время. Культура потеряна. Девочек не воспитывают девушками, да? Мужчин не воспитывают мужчинами. Результат какой? Результат такой, что начинать совместную жизнь очень трудно, потому что накопления очень тяжелые. Ну, конечно, мы начинаем легко. У нас идет бархатный сезон, там. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть мы начинаем, мы счастливы, все. Но потом-то по факту остается совсем другое. И это называется наши возможности быть счастливыми. Они осквернены отсутствием хорошей судьбы. То есть женщина ведет себя, как мужчина. Мужчина ведет себя, как женщина. И даже по факту, вот если взять семьи, они как создаются. Мужчины часто ведут себя безответственно. Бывает так, что мужчины часто не хотят работать. Женщина, наоборот, гиперответственность социальную проявляет. А у нее там по две работы, там она больше зарабатывает. Мужчина чаще всего там, я не могу найти себе работу, прости. Там и так далее. Почему так происходит? Потому что такова среда, в которой мы живем. Не то, что этот мужчина виноват. Ладно, пора сделать объявление, чтобы вы передохнули от моей тяжелой лекции. Субтитры создавал DimaTorzok